В этом видео мы поговорим с вами о том, как избавиться от постельных клопов. И вначале мы расскажем о средстве церадон, как можно использовать его при уничтожении клопов. Что же говорится в инструкции к этому препарату об уничтожении клопов? Здесь обращается внимание, что при незначительной заселенности помещений постельными клопами, рабочие эмульсии обрабатывают лишь места их обитания. При большой заселенности и случае облицовки стен сухой штукатуркой, обработки подлежат также места их возможного расселения. Особо тщательно обрабатывают складки мебельной обивки, внутренние углы мебели, щели вдоль плинтусов, места отставания обоев в углах помещений и вокруг дверных оконных проемов и вентиляционных решеток, а также ковры и ковровое покрытие с обратной стороны. Одновременную обработку рекомендуется проводить во всех помещениях жилья гостиничного типа, общежитий, коммунальных квартир во избежание повторных заселений насекомыми смежных помещений. Когда необходимо проводить повторные обработки? Здесь говорится, повторные обработки проводят при обнаружении клопов, но не ранее, чем через 3 недели после предыдущей обработки. Следует отметить, что это средство предназначено для применения не только профессиональным контингентом, но и населением в быту. Поэтому, если вы желаете заказать обработку в вашем городе или заказать средство для самостоятельной обработки, вы можете обращаться к нам. Второе средство, о котором мы расскажем, называется блокадантиклоп. Вот есть такая литровая емкость и есть емкость вот такая небольшая, 50 мл. Что же говорится в инструкции к этому средству? Уничтожение постельных клопов. Значит, используют 1% посредству или 0,05% по действующему веществу водную эмульсию при норме расхода 100 мл на метр квадратный. Обрабатывают непосредственно гнезда клопов, то есть места их обитания, кровати, диваны, обратную сторону околокроватных ковров и прочее. Так, чтобы жидкость попала непосредственно на насекомых. При большой численности клопов или в случае преобладания в обрабатываемом помещении поверхностей, хорошо впитывающих влагу, фанера, неокрашенное дерево ткани, Можно провести обработку поверхностей 1% посредству или 0,05% по действующему веществу рабочей эмульсии кистью или тампоном. Кистью или тампоном следует пользоваться, чтобы обработать места под подоконниками, когда спальное место расположено рядом с окном и батареями отопления. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. Средство рекомендуется чередовать с инсектицидными препаратами на основе хлорпирифоса или хлорофоса. Следует отметить, что в инструкции к этому средству говорится, что оно рекомендовано для уничтожения постельных клопов профессиональным контингентом, занимающимся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту в соответствии с инструкцией и текстом этикетки. Поэтому, если вы желаете заказать обработку или приобрести средства для самостоятельной обработки, вы можете обращаться к нам. Контактная информация, по которой можете к нам обратиться, находится в описании под этим видео.